У Гродня подвели выники конкурсу творчих работ, присвеченных историю «Червоного крыжа». Вызначение перамужцев прошло на выставе, складенной с больше 60 вырабов, ауторства школьников, наученцев установ прав эдукации и наведывальников Центра творчества «Дятей и молоди» Зусёй в области. В основе экспозиции – сёстры милосерности, убрание яких упрыгоживает «Червоный крыж» символ добрыни и спочувания. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Флоренс Найтингейл, медаль, которая учреждена для медицинской сестёр милосердия, внёсших значительный вклад в дело милосердия. Вот у нас такая тема месячника, и мы решили организовать конкурс работ, и нам очень приятно, что он получил такой живой отклик, более 65 работ на конкурсе представлено. И по большей части, да, действительно, это связано с работой медицинской сестёр милосердия. Главной идеей, которой объединяют все работы, является милосердие. Каждая работа, она несёт в себе тот заряд гуманизма, который и является ключевой идеей Красного Креста. Работы в разных техниках, разные по содержанию, но все они показывают стремление делать добро. Казачный айболит. Медсёстры, які выносили пораненых с полёв великой чинной, сучасны урачи, які супростоязь коронавирусу, и навод робот-работник медицины будущего. Творчим вокам у дельники конкурсу охопили неколькі поколениў медыков. Азначим, што подобный конкурс, червоный крыш прынёмання, проводзіцю першыню. Новая інициатива, упэлнені організаторы, обовязково захвотіць яшы больш молодзі, да вывучэні історіі і принципаў добрачынной дейності. Участники, што бы приготавець данные подзелки, изучали історію деціності Красного Креста, общались с сотрудниками і с волонтёрами Красного Креста. Работы на конкурс были представлены у троху взростовых категориях. У кожна з їх вылучэны пераможцы. Так, твор Маргарыты Цяттерыны з Дятловского района, названы лепшым сярод молодшай групы. У середній такімі стали вырабы вольги шалесны з Гродна і дыянны навозчык со Свіслацкага района. У старайшай групі Алексія Кохана з Карэліччыны. До слова, выставы можна убачыць віртуальна. Спеціальна експозиція, яка творчым чынам завершае месячнік Червонага Крыжа, уходким часі з'явіцца на сайте і у соціяльних сетках обласной організацій БТЧК.